приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы радуемся и торжествуем потому что сегодня память иконы божией матери все царица она есть действительно все царицы потому что она ей подвластен любой недуг любые наши немощи слабости во всех наших бедах она подаст помощь и нет ничего не подвластного ей вот спаситель наш господь наш есть царь царствующий господь господствующих а пресвятая богородица она матерь царя вот как в салтыре мы слышим представь царица одесну и тебе в ризах послащенных одеяна приукрашена и это ведь не то что мы чего-то придумали а это ведь открыл сам господь через архангела гавриила сказано было радуйся благодатно господь с тобою да господь царь царствующих он именно с божией матери поэтому она причастна и его божественной силе она причастна его царственной силе и вот на иконе на этом всечестном образе она изображается как восседает на царском троне вместе с богомладенцем христом она одета в красные царские багряные ризы и позади нее два ангела обращаясь молитвенно к ней осеняют ее своим святыми крылами по краям этого царского трона там такие вот цветы райские цветы как символ вечной жизни вечного райского царства восходит вверх и образ пресвятой богородицы как все царицы указывают что у нас есть та пред которой мы можем и который мы можем обратиться о любой нашей немощи а любой нашей болезни сама она указует правой рукой на богомладенца христа показывая истинный путь ко спасению наше спасение во христе но конечно ее царство но вовсе не в земном величии а это царство смирения царство любви царство божественной славы и божественной силы и поэтому мы знаем что от иконы все царицы источаются людям просто удивительные чудеса исцеляются раковые заболевания люди которые страдали там как какой-то ну оккультно зловредной силы тоже получают благодатную помощь также вот молятся родители тех непутевых чад которые увлеклись наркотиками или алкоголизмом и тоже они получают благодатную помощь а когда же сама появилась икона конечно мы своим мысленным взором переносимся на святую гору афон это райский сад божией матери это удел пресвятой богородицы как говорил преподобный паисий святогорец вот божья матерь она каждый день обходит монастыри и даже все кельи монахов афонских и это действительно так это был вот непосредственный опыт преподобного паисий святогорца и вот конечно икона все царицы она прибывает в монастыре ватопед ватопедский монастырь да там где пояс пресвятой богородицы прибывает там где есть еще другие чудные иконы и вообще афон он усеян чудотворными иконами божией матери но вот мало кто знает что на самом деле икона все царицы это благословение старца иосифа исихаста известного подвижника святого двадцатого века который пребывал в разных местах вот пребывал в молении почему назван исихастом потому что он любил очень умную молитву в таком уединении обращаясь к господу к божией матери и потом в конце концов действительно стяжала такой внутренней безмолвие тишину исихию по-гречески поэтому он иосиф исихаст но вот был у него такой период жизни когда он очень сильно страдал от ну всевозможных страстей прилогов этих страстей и в частности от блудной брани причем он сам был совершенный такой девственник никогда не вступал ни в какие телесные отношения но при этом вот без блуда искушал его и восемь лет он пребывал в таком тяжком борении он вообще не ложился спать спал стоя или опираясь там на спинку стула какого-то там или ну на какие-то как стасиди вот эти перила стасиди да при этом мало ел там мало пил и вот он однажды взмолился вот господи я вот столько тружусь почему же идут мне такие напасти и после этого вдруг господь его на какое-то мгновение восхитил в небесное царство и там он именно созерцал божью матерь с богомладенцем на руках и исполнился такой вот благодатной силы да вот такое его посетило утешение благодатно что когда он вернулся то он говорил так что когда рядом с человеком божья благодать то она дает ему необыкновенную божественную гармонию и все страсти сразу умолкают а если ты лишен божьей благодати то ты можешь впасть в любую ересь ты можешь впасть любую греховную страсть и никакими человеческими силами себя не убережешь поэтому вот и нужно обращаться ко господу чтобы он укреплял тебя своей божественной благодатью вот именно иосиф исихас ну не только он и разные другие святые отцы он тоже созерцал на небесах божья матерь как царицу как все царицы именно он вот этой иконы благословил своих учеников и его ученик иосиф ватопецкий или иосиф спелеот потому что спелеон это пещера он тоже в пещере в уединенном подвиге пребывал вот он именно принес эту икону в отопецкий монастырь а сам святой старец иосиф исихаст он как раз рассказал вот про первые те предания которые сохранились в отношении этого образ ведь икона все царицы она 17 века кто ее написал уже неизвестно мы не можем этого разыскать но что нам сохранилось что донесено что вот она пребывала в храме и однажды в обитель в эту пришел какой-то вот ну юноша который тоже как и другие хотел прилавал подойти к этой иконе и вот что-то он про себя бормотал и как это вот вел себя странно и вот как только он подходит вдруг невидимая сила отбрасывает его от честного образа божьей матери это увидели некоторые монахи и вот юноша с покаянием пошел к одному из старцев и рассказал оказывается он увлекался колдовством то есть он был оккультистом думал больше какой-то магической силе на таком личном саморазвитии и превозносился над церковными святынями и вот когда он ну не знаю по какой причине он посетил афон может быть из любопытства может быть там еще чего и вот он говорит что хотел подойдя к иконе испытать свою магическую силу может быть он хотел посмотреть что его вот эта оккультная сила она произойдет силу чудотворной иконы и божья матерь его сразу же посрамила он был отброшен от иконы и пребывал в таком смятении и понял что вся оккультная сила это ничто перед благодатью духа святого это все ничто перед благодатной силой божьей матери и он после этого не только раскаялся он стал таким воцерковленным человеком даже посвятил себя монашеской жизни там же на фоне принял постриг и стал одним из монахов вот эта история она сохранялась и иосиф исихаст ее рассказал и в общем когда икону уже всецело осталось в отопецком монастыре то люди с разных мест стали приходить обращаться конечно у нас вот бывает такое что мы как-то начинаем ну делить вот иконы по их так сказать профильному предназначению там неупиваемая чаша вот она от пьянства да вот все царицы от онкологических заболеваний там какие-то еще иконы или святые которые молятся в тех или иных нуждах на самом деле мы понимаем что это вот наше человеческое такое приземленное представление на самом деле дары святого духа они все могут явить могут даровать любую помощь и поэтому неважно вот чем ты там какой болезнью страдаешь какие беды к тебе поступили ты можешь обращаться к любому святому и ты вообще можешь обращаться к пресвятой богородице неважно перед какой иконы но иногда вот понимаете мы очень немощные такие вот расслаблены иногда нам нужны какие-то подсказки чтобы что-то нас вдохновило даже что такое видимое вещественное или выступала символом ну какой-то одной из вот милости божьей матери какой-то вот помощи при святой богородице и поэтому приспосабливаясь как бы вот к нашему такому приземленному сознанию иногда господь вот являет какие-то святыни перед которыми люди молятся ну вот в особых каких-то вот нуждах и вот поэтому сложилось так что икона все царицы к ней идут вот в самых страшных каких-то там бедах хотя мы понимаем что на самом деле божья матерь одна да и неважно какая икона там казанская владимирская смоленская все равно пресвятая богородица она одна она небесная царица она слышит человека даже если нет у тебя рядом иконы ты можешь молиться и божья матерь поможет главное от искреннего сердца обращаясь и вот там уже в отопецком монастыре собирался ряд историй и известно даже что вот как ну уже в практически наше время одна мусульманская семья получила помощь они из турции приехали в грецию хотели вылечить своего сына а пятилетний ребенок у него какая беда вот он идет допустим да и очень быстро устает начинается одышка там какие-то вот более в общем обнаружили тяжелую сердечную болезнь и вот они из турции приехали в грецию чтобы лечиться потому что думали что там это им лучше помогут и отец мусульманин он как-то через мобильный телефон увидел какой-то документальный фильм где рассказывалось про чудотворные иконы на святой горе афон то есть вот так получается что даже современные средством массовой информации технические современные какие-то средства они могут тоже послужить промыслу божию и мобильные телефоны да и интернет если ну человек вот ищет именно духовного чего-то святого и вот он просто случайно через телефон увидел этот фильм там сюжет какой-то про чудотворные иконы а он же ничего не знал он мусульманин и тогда он через интернет тоже стал собирать информацию вот он прочитал про икону все царицы и вот этот мусульманин узнает точное местоположение где находится этот монастырь да как туда попасть приезжает сыном и монастырские священники и романахи подводят его к иконе все царицы и он он же мусульманин он не знает никаких православных правил поэтому он просто вот своими словами молиться обращается к божией матери перед этим чудотворным образом молится о сыне когда в следующий раз они поехали на обследование произошло чудо врачи говорят сын совершенно здоров вот никакого заболевания у него нет и они так обрадовались что приезжают опять в отопецкий монастырь где получили чудесные помощи там и отец и сын приняли святое крещение то есть они стали православными христианами они крестились во имя христово вот так икона она становится в том числе и как бы миссионером до миссионером среди иных представителей иных религий иных конфессий привлекая их в лоно православной церкви ну а что касается города москвы да вот нас и вот этого почитания которое очень распространено то начиналось все это постепенно на самом деле еще в 1991 году в детском онкологическом центре на каширском шоссе там вот у одной из девочек которая проходила лечение вот она страдала таким онкологическим заболеванием и у нее уже был маленький ну маленькая бумажная иконочка потому что уже в это время ну где-то вот там литографии делались и образ всецарицы он был ну маленький такой бумажный образ и она вдруг говорит что какой-то вот свет исходит от этой иконы конечно не всегда оно было дано ей созерцать и потом родители поначалу там взрослые не поверили а потом тоже увидели другие дети и и после этого у нее лечение пошло благополучно и так вот поняли что как бы вот божья матерь указывает вот на те милости которые она подает через свой всечестной образ потом вот при этом центре онкологическом там была православная община в честь святого иоанна кронштадтского и они и в общем захотели чтобы получить список с чудотворной иконы все царицы с горы афон и афонские монахи разрешили игумен ефрем он благословил и образ был написан принесен образ был именно в детский онкологический центр в девяносто пятом году вот так вот потихоньку начинается почитание у нас в россии то есть это совсем недавние времена и большое отношение к этому имел как раз вот отец артемий владимиров именно отец артемий владимиров написал акафист предыконы божьей матери все царицы вот посвященные иконы он опирался на греческие тексты молитвословия и вот на церковнославянском языке написал акафист который все мы читаем или вот поем в храмах в честь все царицы и он как раз усвидетельствовал о многих чудесах вот поначалу как раз икона она была там в онкологическом центре а потом она как раз вот была перенесена в храм всех святых в красном селе где как раз и проходил служение отец артемий владимиров а в онкологический центр туда была написана новая икона и вот так вот потихоньку распространяется вот это вот почитание известно что вот этот храм при больнице да вот онкологической то его охармляют клирики храма в честь казанской иконы божьей матери это храм в коломенском и там один из священников отец федора моненко он как раз вот проникся таким желанием с афона принести список иконы все царицы и это удалось сделать вот как раз разрешение он и икона была написана и он эту икону носил на себя она весила 35 килограмм он прошел по всем храмам и монастырям горы афон подходил ко всем святыням вот цветы как раз иконы он вернулся и она отнесена была в онкологический центр и перед нею как раз вот молились тоже люди приобщаясь благодати святынь горы афон отец артемий владимиров он как раз собирал уже вот много таких свидетельств чудесной помощи вот он например рассказывает как одна из страдавших онкозаболеваниями и мария звали у нее и дочь вот и она уже проходила лечение но заболевание было такое достаточно тяжелое неизлечимое и вот она что она не просто ежедневно стала читать акафисты предыконы все царицы божьей матери молилась ежедневно но она решила поменять свою жизнь она рассталась с курением она стала регулярно исповедоваться причащается святых христовых тайн на самом деле это имеет ключевое значение что ты не просто вот вспомнил про бога ты не просто стал молиться но ты стал что-то вот решительно менять в своей жизни и такая молитва оказывается наиболее сильной то есть она подкреплена реальными какими-то твоими делами и вот во время одного обследования причем обследование проводилось под общим наркозом мария вдруг видит увидела ангелов и спрашивает что со мной а те не отвечает все больше ничего нет ты здорово то есть у тебя все прошло потом она значит приходит в себя вот две недели напряженно ожидает результатов этого обследования и вдруг ей врач говорит что вы знаете у вас уже ничего нет действительно болезнь прошла причем для этого диагноза это очень необычно почему прошло такое заболевание то есть это было явное чудо и конечно мы знаем что особенно вот прославлен новоспадский монастырь тоже особым образом особой иконы списком с чудотворной афонской иконы все царицы и туда вот в 1997 году образ этот был доставлен а почему так потому что тоже вот когда возрождалась новоспадский обитель монастырь возрождался то иноки на монахи они окормляли онкологический институт имени герцена то есть вот тоже как-то они были взаимосвязаны с этой сферой они молились вот и знали что все царица икону как бы вот символ помощи божьей матери онкобольным и они очень просили игумена монастыря вот отца ефрема на афоне но не знали согласится он или нет и неожиданно согласился и список был написан и значит девяносто седьмом году поместили в новоспадском монастыре а в двухтысячном году иконы стала мироточить это было тоже засвидетельствовано то есть некая вот милость божьей матери как наглядно так вот проявилась что божья матерь она слышит молитву приходящих и помогает откликается на их молитвенные просьбы и в новоспадском монастыре как вы наверняка знаете ежедневно служатся молебны там вот и акафисты читаются и люди идут со всех сторон вот одна прихожанка анна она рассказывает про знакомую семью но близкие друзья и его там вот муж в этой семье он у него инфаркт и там еще что-то вот о воспалении легких да и привезли его в больницу там еще нашли ряд заболеваний там что-то с предстательной железой придраковое состояние там еще чего-то и он лежит он не может сам подняться и ожидает родные его смерти а она она стала на молебнах все царицы упоминать в том числе и его имя и вот когда пошла молитва божьей матери то он как ни в чем не бывало подымается и вот сам возвращается домой то есть вот как вот какая милость вот какая помощь чудная помощь от божьей матери потому что она действительно все царицы и любой недуг ей подвластен любые наши немощи страдания но единственное что скажу то что каждому дается что-то свое а вот понимаете если человеку полезно чтобы он вот исцелился да и дальше приносил плоды добрых дел потому что он будет исправляться будет что-то созидать то господь дает ему исцеление кому-то вот кто-то молится но господь помогает ему через лечение да и его лечение тоже идет благополучно он выздоравливает и продолжает трудиться а кому-то для кого-то сама болезнь становится исцелением исцелением от его грехов исцелением от его каких-то в страстных привязанности и болезня она становится как бы таким вот тоже промыслительным по божию действую вот вмешательством в его судьбу так что такой человек исцеляется но исцеляется от каких-то греховных язв и в иной мир он переходит уже здоровым духовно здоровым и разве же это не чудо божий рай разве же это не чудо пройдя путь каких-то страданий болезни очиститься и вступить в небесный мир чистым от грехов свободным и сподобиться райских благ вот она подлинное чудо поэтому надо понимать что все в божьих руках мы конечно молимся мы просим но царица небесная она нас слышит видит она нас любит а поможет именно в том что вот богу угодно вот вот так или иначе поэтому всецело нужно конечно верять себя в руки божие но и не отчаиваться потому что у нас есть небесная ходатайца все царица и в этот удивительный праздник всей душой мы обратимся к ней с такими словами из акафиста который воспевается и радуйся все царицы недуги нашей благодатью исцеляющие аминь с праздником вас дорогие братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео